Эмси слева, представься. Браги, слово и КБ! Эмси справа. Кирюха Палмдропов, Злые Голуби, город Владимир вся хуйня. В итоге жеребьёк и начать Палмдропов первый раунд, пошумим, блядь! Дима, ты любишь playing guitar. Прямо как мой дед любит сидеть, подёргивать или пиздеть про молодость, или энрэйдж проёбывать, ты! Так сильно любишь песенки, под гитарку, а чё не метишь на музыканта? У тебя же такой ебанутый, оригинальный, вроде стилёк стал бы крутым артистом и привнёс бы что-то своё. Сперва можно так подумать, да, ну хуй там. Под куплетики твои вряд ли много слушателей бы прыгало, ведь зачем слушать браги? Можно же слушать стрекала. И, кстати, да, знаешь, что забавно мне? Не отрицай ты, ведь его поклонник ещё с давних лет. И я прекрасно вижу, как на тебе отпечаталось его творчество. Даже твои абсурдные цитатки можно найти в его твиттере почти в точности. Отпечаталось настолько, что если браги не захочет жить по схеме ебанутого музыканта, голоса в голове всё равно скажут, а придерживайся Каплана, ладно? И всё то, что ты тут нам исполняешь, мы слышали пиздос как давно. Будет забавно, если твой стилёк это закос под него. Но тебе-то выделяться и быть особенным хочется. Поэтому все свои стёбные песенки ты ссышь подать, как целостное творчество. Вот, как целостное творчество. Ты здесь у нас охуеть креативный? Отлично. А вот музыкантом ты был бы вторичным. Плюс ты поёшь хуёво. Не знаю, почему тебе этого не говорили. Правда. Так что разви... Говорили? Отлично вообще. Так что развитие в одном из твоих любимых направлений, как минимум, не принесёт нужного результата. И что дальше? А, да, ты же у нас ещё актёр. Но то, что этот термин к тебе неприменим, понял я тут же. Опа, опять батл с браги. Снова можно ожидать час тушки. И, как всегда, он тут будет читать про то, что измотано. Снова пришёл кормить нас с мешками, будто достал картошку из погреба. Йоу, актёром, блядь, тебя называют. Да какой ты нахуй, актёр, блядь? Вы, походу, до конца не увидели, кто он. Он как раз-таки не актёр, а вот именно клоун. И сейчас я объясню простую разницу для ребят. Актёры вызывают эмоции, а клоуны только веселят. И, видимо, такие, как ты, в кино не пользуются спросом. А моя задача и здесь оставить этого клоуна с носом. И показать вам его в чистом виде, без лишних примесей. Он может шутить про член сколько угодно, против меня один хуй не вывезет. Да и батл-рэп тебе, в принципе, не очень нравится. Видимо, тебе по кайфу песенки, под гитару, лицедейство и клоуна. Да что ты забыл в рэпе-то, падла? Я вижу ответ, он максимально прозрачен. Можешь даже не пытаться спорить. Просто здесь ты нашёл единственную альтернативу того, что тебе нравится, которая может дать тебе аудиторию. И, чтобы его нахождение в рамках жанра не считали за вздор, он 90% клоунады так разбавляет разбором. А потом говорит, если за текстами вы видите только то, что болтается между колен, для таких уёбков, как вы, Анна Кондас, написали песню про член. Если кто не в курсе, то там говорится, что долбоёбы даже в прекрасной фигуре Давида способны увидеть только член. Окей. И вот за эту хуйню он всех зрителей так яростно крит. Но твои тексты, это всё равно, что внизу большой фигуры члена болтался маленький Давид. Да и вообще вся суть твоих недалёких баттлов в том, как на вашей встрече в машине ты толкал анекдот тигрятам. Все просто угорали в процессе твоего рассказа, блядь. То есть концовка как бы была не смешная, да и всем на ней уже похуй стало. И так как бы заебок поржали. И то же самое с панчлайнами. Нахуй ударные строчки, нахуй крутые цитаты. Благодаря актёрскому скилу я могу смешно подавать любые сетапы. И чтобы заштопать эту дырку с панчлайнами, тебе нужно абсурдом раза четыре шить. Но сегодня не смогут нихуя тут твои четыре шить. И я делаю чёткий вывод, чтобы все меня поняли. Твой особый стиль это актёрский скилл. А уровень чистого баттл-рэпа хуйня полная. Ну как бы да, выглядит как Саша СТ панчит, как Паша СП. Бывает, да. А с рифмами, блядь, даже сказать нечего. Не прикол? Лепрекон. Пизда, пизда, блядь, Джон занервничал. И ты говоришь, что тебе не надо работать над собой? Да, блядь, помни, сука, где ты находишься пацей, как раз уж тебе выпал шанс здесь находиться как баттл-рэперу и изволь работать и развиваться. Это твоя ёбаная обязанность. Такие, как ты, ни разу в химчистке рубашку спят на медали. Такие, как ты, такие, как ты, случайным образом берут слово ИКБ и потом спят на медали. И ты так активно занимаешься не тем делом. Должно быть в твоей жизни мерзко, пусто. Ты двигаешь никуда, тебя в конце не ждут. Мерзко, пусто. И пока ты стоишь на месте и флексишь, Педик, я тебя обгоняю как нехуй и ебашу к цели. Все мои счастливые билеты в кармане сопрели. И съебался с трассой, мне эта победа нужнее. Раунд! Амдрома, второй раунд, дайте шума. Давай, давай, давай. Как-то раз, как-то раз Смоки Мо сказал, мы не логотипами и мерчем пришли сюда заниматься. Мы не заморочены подобными планами. Нахуй их мерч, это все отвлекает. Мы пришли сюда заниматься конкретно баттлами. И вы такие слушали, кивали, мол, согласны, блядь. То есть вы занимаетесь, вы сосредоточены конкретно на баттлах. И не уграйте там с разных тем. Но по общему счету, ни в одном из этапов не сумели обыграть тех, кто занимается сразу всем. Да и позиции у вас такой нет. Хватит залечивать клоуны. Единственная ваша позиция, как угодно противоречить Мирону. Теперь у вас бомбит с каждого его слова. Все его цитаты вас так бесят и злят. Так что, когда мы общипаем этих петухов, восстановите, пожалуйста, империя с нуля. Йоу, короче. Империя, ну типа, блядь, вордплей. Короче, и ты вроде больше всех его задеваешь на баттлах. От твоих, ну такое, типа. От твоих, блядь, строчек про Мирону можно словить передоз. Тебе сказали, не упоминай его больше. И ты такой, окс. И когда ты шел на Версус, у тебя было две цели. Первая, это сфоткаться с жидом во что бы ты ни стала. А вторая, показать всем, какой ты опасный мужик с Урала. Вот он, блядь, жесткий гопник. Настоящий мужчина. На фоне него все оппоненты мягкотелые додики. Он у нас на такой настоящий, блядь, натуральный, уральский. Любого напротив запросто сделает гомиком. Династ, пидор, потому что предлагал Майлзу татухи потрогать. Летай, пидор, потому что ебалом вышел. Да, сука, ты че, блядь? Ты почти каждому оппоненту в красках описываешь, как ты ему присунул в очко, блядь. Как ты ебал его на кухне, в ванной, как ты, блядь, прочистишь ему суженый. А, ну спиздец ты, ебанат. Как вообще может понравиться мне этот пацана? И я не знаю, по каким зоновским понятиям у вас... Я не знаю, по каким там зоновским понятиям у вас живут на Урале и на Урале живут, но... По мне так это куда больше пидорская хуйня, чем та про что-то затираешь нам тут. Всех давишь с этой предъявой, но, видимо, не усек дурачок и не догнав, что остался ты здесь и сам в пидорках. Гонишь и бытишь на птичек, будто носорог, носорог, но в голове заторможенность, как в черепах-черепахах. Йоу! А твои наезды, блядь, они скорее, скорее противные, чем пугающие. У меня вряд ли от тебя встанут дыбом волосы. Когда ты пищишь, ты, блядь, когда ты бычешь, ты мерзко пищишь. Баста отсутствует в твоем голосе. Йоу! И, короче, короче, что же наш уральский гопник нам говорит о своей жизни на родине? Это Урал! И у нас там всем стилягам ломают кости, пиздят ногами и палками. Охуеть, блядь, ебут цыгане, блядь, у них там. Окей, а еще говорят, что твой образ не образ, и что в жизни ты такой же, как здесь. И как бы никакого отрицания. Видать, у вас и впрямь так все так жестко, как в твоем описании. Представьте, да? Обычный денек после того, как Браги закончил хуйню нести в Твиттере. Он выходит гулять по Уралу и щемить пидоров. Одного такой увидел, и он, как, слышь? А, это электромыш. И даже это ставит под сомнение все твои слова про Урал. Я там бывал. Вот, как и некоторые твои фразы и слова ставят под сомнение твою трушность опасного мужика. Вот, блядь, мужчина. Это Урал. Обосрался и выключил в начале, когда смотрел фильм «Астрал». Или... И, может, это не показатель, но, Дима, знай, я еще не видел гопников, которые не скрывают, что дрочат на хентай. А в «Баттле с летаем» ты выдал такую хуйню. Сегодня я записываю твое имя в Death Note. Типа, тетрадь смерти, то бишь. Анимешная хуйня. И кое-что мне не ясно. Ты вот с такими угрозами на районе щемишь пидорасов. Типа... Типа, эй, черт, а ну гони мобилу, или я запишу твое имя в Death Note. Слышь, пес, блядь. Слышь, пес, блядь, ты не служил и не сидел. Плюс прик... Плюс прик... Слышь, пес, блядь, ты не служил и не сидел. Плюс прикован компьютерным играм плотненько. Чувак с криминального района стреляет хуже офисного работника. Летает и баттлил за смазливость, вроде бы, а сам был точно таким же в его возрасте. Да, в свои 20 браги брутален. Выбрит красивенько и смазлив. Это сейчас он побрился и телосложением похож на Олимпию из Little Big. И то, что ты ебаный гопник, это крутой муляж. Это не смешно. И то, что ты ебаный... Не подставляй меня, пожалуйста. И то, что ты ебаный гопник, это крутой муляж. Ты хочешь казаться уральским мужиком, но на деле ты смешной пухляж. Раунд. Третий раунд, палм-дропов. Дайте шума. Браги, как оппонент, наверное, самый сложный. И не потому, что месит, как демон, или сует людей в бодибеге, а потому, что хуй пойми, что про тебя сказать-то можно. Нету идей, я в отчаянии, мне даже хочется побытбарсить. Текст на браге, как мой сосед, снизу ведь я долго над ним ебался. И вы... И вы спросите, в чем сложность задачи? Я вам отвечу не спеша, просто мы с Димой кореша, да-да. Мы с ним бухаем вместе, и очень часто, правда, если никто из нас не поддатый как черт, значит черта поддатый. И я понимаю, что в это вряд ли вы в это поверите, ребят. Но даже его день рождения мы отмечали вместе. В караоке на встрече двух команд. И... Было и было. Было и было, да. Хотя кому я пизжу, блядь. У нас же с ним общих интересов слишком нету. Нету. Да и... Да и нахуй мне... Да и нахуй мне друг с приветом, который любит мужские минеты. Суть-то не в этом. Суть-то не в этом, а в том, что нечего сказать про тебя из-за твоей охуенной позиции выигрышной. Такой типа тролль прячется за саркажем, все это шуточки видишь ли. Да я знаю, что с рэпом зашел в принципе не туда. Да я играю под гитарку, но из МС вам не нихуя. И, блядь, к батлам подходит по приколу, к жизни тоже. Взять-то хули тут с него. С такой позицией можно отмахиваться абсолютно от всего. Захотелось замутить флоу? Что же делать? Неудобно. Вдруг все подумают, что я рэпер. Но ведь у браги есть лайфхак. Нужно открыть свою пасть и с долькой сарказма сказать. Техничная часть. Или... Или... Хочешь немного рэпчика? Ради этого момента я точил скилзы. Да сосни пизды! Твой подход... Твой подход мне чьи-то строчки напоминает. Как там? Это как бы типа зацените, но в то же время всерьез воспринимать это не надо. И как, блядь, баттлить такого дауна? Тяжкий вопрос. Три раунда лить водичку, пока ты будешь трахать мой рот? Окей. Только без ног, щенок. Кстати, ебать. Проходя около кладбища вчера прямо мимо могил, я случайно нашел папочку с фактами про тебя. Видимо, пох уронил. И... Видимо, пох уронил. И теперь ты вряд ли сможешь тут пошутить. Я точно не отсосу у Браги, ведь я не фут-фетишист. Нет. Давайте... Давайте начнем. Для многих такая позиция, как бы, считается за вздор, но... Браги считают, что для настоящего мужчины пиздить девушку это норма. Вот, да, побольше вот этого ума. Нельзя, блядь, на них поднимать руку, тюфтяк, ебаный тебе. Себя-то не жалко, неважно, на кого она... Неважно, какая она по характеру и на что похожа, даже если пиздец на Халка и... Ой, блядь. Дай, дай, дай! И с такой позиции в жизни достанется вряд ли тебе семья. Ты не золотой мужик, правда, злато в тебе дохуя. И как бы ты нам не пиздел, что тебя любят девушки, что ни одна не сможет пройти мимо, с тобой ни одна тёлка не останется, невредима. А что дальше за хуйня, скажите мне на милость. Браги считает, что девушки любят его за излишнюю потливость. И... То есть... Думаешь... Да, это стата, конечно, да. Думаешь, что... Думаешь, что на твой запашок около дома толпы тёлок собираются, и что... И что стоит тебе отварить калитку, любая доска намокнет и сломается. Нет. А вот в этом я очень-очень сомневаюсь. И вряд ли, пацан, кто-то захочет быть тем, кто считает нормой в 26. Зятю мамки косарь. Чувствуешь, как заставляют тебя факты сосать. Йоу. Короче, я ещё кое-что вспомнил про этого ёбнутого бездаря. На одном из всех своих баттлов ты назвал гомиком рестора. Микси шепчет, что идея была не лучшая. Ты бы лучше его не слушал. Мы недавно восстановились. Да, это баттл с династом, правильно. Это баттл с династом. Там ты сказал, что цветные татухи для гомиков. И я понимаю, что у вас сейчас мысли покатят в духе, что за бред, нахуя так раздувать слона из мухи. Просто вначале я говорил, что твоя позиция тролля выигрышна стопудово, но в ней есть один минус, и нихуёвый. Когда ты пиздишь что угодно, скрываясь за маской сарказма. И когда нам всем из сотого даже раза не ясно, что из твоих изречений серьёзно, а что просто стёбно, тебя можно притянуть и предъявлять тебе за что угодно. Так что... Так что, актёришка, следи за тем, какие изрекать ты можешь строки. Спектакль окончен, софиты гаснут, я выключаю свет с моки-моки. Браво!